Первые лица ведущих предприятий Владивостока, представители власти и бизнес-объединений вновь собрались для делового и неформального общения, чтобы обсудить основные бизнес-тренды, продиктованные нашим временем. Все же мы не делаем, для того, чтобы здесь стало лучше жить, и вот все-таки Владивосток станет вот этим огромным хаб-узлом, да, перевалочным, который обеспечит нормальную работу для жительства Владивостока. Успешные стратегии развития бизнеса в эпоху мировой трубулентности, инвестиционный потенциал региона, что ожидает курс валют в самое ближайшее время. Итоги ВЭФ-2023, социальное предпринимательство, экспорт. Такими были главные темы бизнес-дискуссии, которая прошла на площадке пятизвездочного отеля Владивосток Grand Hotel and Spa. Идейным вдохновителем и координатором мероприятия выступила Елена Новгородова, директор Центра развития предпринимательства. Каковы успешные стратегии развития бизнеса в современных условиях? Вот каковы они? С учетом того, что сейчас непростое время, время турбулентное, да, валюты ведут себя нестабильно. И, ну, в общем, тем не менее, тем не менее, наши уважаемые спикеры сегодня с бизнесом поделятся такими интересными, знаете, аналитическими данными, которые как раз вот дадут какую-то надежду, хорошую, да, в хорошем смысле этого слова, на развитие для бизнеса, на приложение своих сил в тех или иных сферах. Сегодня, несмотря на всевозможные санкции, предпринимателям удается не только сохранять свой бизнес, но и развивать новые направления. Также для них в Приморье существует множество различных мер государственной поддержки. По итогам 2022 года, впервые за последние четыре года, мы наблюдаем положительную динамику количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Приморском крае. В текущем году эта динамика сохраняется. Такие встречи – это, пожалуй, единственная возможность для неформального общения, установления новых деловых связей, эффективного и прямого взаимодействия бизнесом с представителями органов власти. Анна Дьякова, Олег Завялов, Новости на Восьмом.